Всех приветствую. Продолжаем поиски бандосов. Так, или точнее даже поиски домика, который нам поможет добраться до них. О, замечательно. Хоть каких-то мы нашли. Еще и тайник. Да, вообще разобрали их. Ничего делать. Че, у них ничего нету? А, вот, все, отлично. Так, че мы подобрали? Куда подобрали? Ага, кольцо защиты. Ничего не видно за этими деревьями, блин. Ага. Так, мы здесь все исследовали, значит. Тогда нужно уходить отсюда. Погнали. Будем бродить по карте. Очень жаль, конечно, что нам не встречаются какие-то торговцы, чтобы периодически облегчать инвентарь. Ибо мы набираем вообще огромное количество говна, которое таскаем с собой в итоге. Так, че у нас здесь? Логово Патрашилы. Патрашилы. О, заброшенная хижина. Отлично. То, что нам нужно. Мне кажется, Патрашилу мы пока не потянем. Мы лучше бандосами займемся. Успеется у нас еще с Патрашилой подраться. Дождаться бы бы хорошо. Не думаете? Мы должны собрать все силы. Так, все. Встаем лагерем. Так, а как это сделать? Вот, давайте лучше так. Вот, я не знал, что так можно нажать. Очень удобно. А, во. Да. Ну, у нас, в принципе, все очень хорошо распределены. Единственное, Хаггис надо поменять на чей-нибудь. Так, вы получаете бонус ко всем способностям на один день. Одно временное здоровье за один уровень на один день. С по броскам. Нет, Хаггис самый лучший в данном случае. Он ко всем... Подождите. Ко всем спас броскам. Пастуший пирог то же самое. Сложность готовки 17. О, давайте пирог. У него сложность невысокая. Погнали. О, подождите. Мы же ее еще можем использовать. А в чем-то хороша, интересно. Так, 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 так. Вообще, мы тебя сюда можем поставить? Неживая стража. Два воина-нежить защищают избранного Ургатоа и ее союзников. Они не могут заменить стражу лагеря, но будут сражаться на стороне отряда при атаке. Неплохо, неплохо. Так. 11, 2, 3. Ее лучше ставить на стражу. 10, 7, так, 7. Ага, наш персонаж уже очень хорош в готовке еды. Так, ну на тебе маскировка. Причем неплохо бы, чтобы тебе кто-то в ней помогал. Ага, у нее тоже троечка, однако. А она во всем плоха. Ха-ха. Серьезно, а куда тебе тогда, если ты не охотишься, ничего? О, может ее на подгонку доспехов? Плюс один к защите в первом бою в ближайшие 12 часов. Или ее на помощь кому-нибудь поставить? Ну, наверное, на помощь кому-нибудь поставлю. Так, тут у нас лучшая охотница. Угу. То есть вы всем добавите по 2. Тогда, 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 тогда. Я поставлю тебя на охоту. А тебя на маскировку лагеря. Вот так вот. И тогда нам не сильно надо будет надеяться на стражу. И все у нас должно получиться. О, у нас все вышло очень даже хорошо. Случайная встреча. Кто-то оказался у вас на пути, приготовьтесь. Я всегда готов. Погнали. Вообще приятно радует, что они типа, опа, прошли день и за день устали. Маг технологии. Навстречу вам движется группа хорошо вооруженных людей. Один из них кричит, указывая пальцем прямо на вас. Эй, ты, а ну стой. Калана, глянь на это. Сойдет? Предводительница отряда окидывает вас с цепким взглядом холодных глаз. Этот? Вроде ничего, но что-то мне его морда не нравится. Она осматривает ваших спутников внимательно, но бесстрастно, как товар на прилавке. Эй, вы, бродяги, мы из технологии, у нас умер раб, нам нужна замена, так что кто-то из вас отправится с нами. Остальные так и быть свободны. Сопротивляться не рекомендую, нам понадобится пара минут, чтобы убить вас всех. Выбирайте поскорее, кого отдадите. Что за технология? Это организация заклинателей и других исследователей, одержимых поиском ключей к тайнам Серебряной горы. Древнего инопланетного артефакта, который упал с небес неподалеку от нынешней столицы Нумерии. Нумерии-звездопадом множество лет назад. Технолига не только косвенно контролирует правителя Нумерии, черного государя Кева-Токула, но и оказывает значительное влияние на законы, политические курсы и экономику государства. Так, что еще за Технолига? Одна очень серьезная организация из Нумерии, люди, с которыми тебе лучше не ссориться и не донимать глупыми вопросами. Нам с ними не справится, их слишком много, что будем делать? Ну, ради интереса, давайте посмотрим. Рабство? Хм, я видела и не такое. Отдай меня этим клоунам, они сами потом пожалеют, когда ты за мной вернешься. Время вышло, давайте обойдемся без лишних осложнений. Кого из вас мне забрать? Интересно. Ну, давайте ради интереса, у нас в конце концов есть сохранение, нам ничто не мешает потом загрузиться. Заберите меня. Тебя? Не нравишься ты мне, по морде вижу, от тебя будут одни неприятности. Нет, выбери кого-нибудь другого. Кто там у меня просился? А, Джейтал просилась. Забирай Джейтал, но не надеясь, что уйдешь с ней далеко. Не прощаюсь. Не удостоив вас лишним взглядом, подручные колланы связывают вашему спутнику руки и уводят прочь. Украденных землях можно встретить не только местные напасти, вроде разбойников и драконов. Соседние страны также норовят устроить здесь какую-нибудь заварушку. На этот раз из Внумерии сюда забрел отряд Технолиги, могущественной организации магов, промышляющей, помимо всего прочего, работорговлей. Что им здесь нужно? Разыщем их лагерь, освободим узника, а им самим дадим такого пинка, чтобы летели до самой Внумерии. Интересно. Ну, вообще, мне не очень им хочется отдавать своего спутника, тем более, что это выбор в злую сторону. Я придерживаюсь больше, как бы, такого слегка лояльного этого нейтралитета. Ну да, ты неплохо болтаешь, посмотрим, как ты дерешься. Большая ошибка. Так, третий, третий. Ну, в теории мы должны их победить. Так, мечник. Маг пошел. Офигеть, как она полетела. Офигеть. Вувы, абсосы. Вувы, абсосы. Честное слово. Ничего, не волка призвали. Вы перешли дорогу Технолиге, не стоило этого делать. Я бы все равно вас потом пришел убить. Вот и все. И все равно получаем этот квест. Так, выследить отряд технологии. Ну, отлично, неплохо. Вляпались все в случайное задание. Я очень даже за. Так, где мой блокнотик? Итак. Какая технология, значит, да? Собираем пожитки с этих несчастных. Всякое дерьмо, конечно же, на них. Хотя, вот это было интересно. Это было какой-то меч. Так, давайте вместе ходить. Вдруг мы что-то найдем еще. Конечно, на картах случайных встреч, как показала практика, обычно ничего нету. Но надо удостовериться в этом наверняка. Пообследовать несколько карт. То есть, в данном случае, это у нас третья карта. Первые две мы как-то закатали по глупости. Но надо хотя бы вот третью пощупать, посмотреть. Я пока взгляну, что мы за меч подобрали. Эсток. Кто им может пользоваться? Никто. Замечательно. Слепота постоянная. О, слушайте, а у меня есть зелье против слепоты. Вот. Да, огонь. Ага, только он у меня слепой, да? Так, ну, ничего здесь, к сожалению, нету. Давайте покинем локацию. И минус, вот опять же, что, например, в том же Пилосов и Терните локацию можно покинув, просто тыкнув в любой угол карты. А тут именно вот нужно в конкретные точки заходить, что мне не очень удобно. Коварные прихвостни зловещей технологии скрылись в густых дебрях таинственных украденных земель. Ненадолго, вскоре мы уже шли по их следам. Сначала, правда, нам пришлось хорошенько потрудиться, чтобы эти следы найти. Для этого мы... А, попытались определить, исходя из того, что мы видели, что за заклинание Калана использовала, чтобы сбежать. Попытались найти в округе кого-то, кто мог бы видеть этих гнусных типов. Не ища других способов облегчить себе труд, пустились по следу технологии. Но, я думаю, магию мы потянем. Провал. Увы, но заклинание такая неуловимая вещь, что ее и вещью-то назвать нельзя. Как мы не ломали головы, но так и не поняли, что именно это было. Пришлось искать другие способы. Мы... Ну, у меня и мир, и природа неплохо раскачаны. Давайте природа. Ага. Пусть прихвостни зловещей технологии, как я писала, выше коварны, а украденные земли таинственны, а растущие там дебри густы, настоящим героям они нипочем. Мы быстро взяли след негодяев и вскоре вышли к их лагерю. 117 опыта очень неплохо. Угу. Блин, заб... Ну, я думаю, мы сначала сходим в заброшенную хижину. Если там мы не потянем, тогда... Тогда мы уже пойдем дальше. Офигеть, какие круги мы наворачиваем. Неужели нельзя было так пройти? Так, хижина, выходи. Это еще что? Хранитель цветов. А, это фея. Ты здесь, прошу, иди за мной. Подожди, женщина. Сначала сбор цветов. Надеюсь, ты меня за это не покараешь потом. Отец, пожалуйста, я пытался найти те травы, что ты просил. Я просто не усп... Молчи, ты забыл правило. Ты говоришь, когда я разрешу. Ты делаешь, что я скажу. За. Но, отец. Трижды. Пам. Хватит. Я больше не могу. Хватит. Так, о чем они говорили? Ты делаешь, что я скажу. За осушение следует наказание. Ты ослушался уже дважды. Но, отец. Трижды. Хватит. Я больше не могу. Хватит. Угу. Лестница давно сгнила и обвалилась. По ней теперь не забраться. Прогнившие деревянные стойки, на которых когда-то сушили травы. Все в порядке плана. Опа. Волк. Зубами щелк. Сверху тебе правильнее. Ничего себе, по гному у нас кританули. Ничего себе, по гному у нас кританули. Старые записки Нугры. У Ивы ранней весной листьев точно как ее глаза. У нее... Чего? У Ивы ранней весной цвет листьев точно как ее глаза. У него тоже. Едва сдерживают, чтобы не выжечь их кислотой. Он виноват. Жалкий слабый. Жалкий слабый. Если бы не он, она была бы еще жива. Не говорите со мной. Отводит глаза. Не говорит со мной. Отводит глаза. Что-то замышляет. Я знаю, знаю. Надо собрать лесные травы и сделать тайник. Спрятать мои обереги. Он трус. Не может украсть и сбежать. Я выбью это из него. Все болит. Едва могу ходить. Как он мог? Как? В одиночку он никогда не решился бы восстать. Говорит, его отныне зовут Рогач. Говорит, что не даст мне умереть. И не отпустит. Говорит, что больше... Чтобы не называл его сыном. Как будто я когда-то его называл. Он сказал собирать вещи. Мы скоро уходим. У него теперь свои люди и своя крепость. Прячу амулеты в травяной тайник. Наверное, зря. Я не могу убежать. Он не даст мне вырваться. Опа. Так это Рогача тут. Пиздили. Ботяня его избивал. Кусты растут в колодце. Явный знак того, что он был заброшен давным-давно. А где хижина-то в итоге? Она, наверное, повыше. Где ты был? Я велел тебе подготовить все для ритуала. Больше ты никогда не сможешь мне приказывать. Что? Давай, призывай свою силу. Или, может, хочешь попробовать кислоту? Я больше не твой раб. Не твоя игрушка. И не твой сын. Я не убью тебя. Твои силы мне пригодятся отныне. Ты делаешь, что я скажу. Говоришь, когда я разрешу за ослушание. Не успел прочитать. Что? За ослушанием следует наказание. Всегда следует. Понятно, против ботяни его стол. Небольшой заброшенный навес для лесозаготовок. Силуэт уже знакомый вам нимфы возникает перед вами. Я ждала тебя. Цветы, птицы и ветер рассказывали о твоем приближении. О, мои бедные цветы, как мало им осталось жить в этом тумане. Кажется, никто, кроме вас, не видит нимфу и не слышит ее голоса. О, загадочные разговоры с пустотой. Расскажи, что мне делать дальше? Обыщи окрестности хижины. Попробуй найти что-нибудь, что осталось от обветшалого здесь друида. Я уверена, что туман его рук дело. Эта удушливая пелена так же прочна, как его натура. Мы должны больше узнать о ритуале, с помощью которого он вызвал туман. Прошлое тоже содержит ответы. Определяющее будущее. Возвращайся ко мне, как только что-то найдешь. Расскажи мне о себе, я хотел бы больше знать о своем союзнике. Взгляд нимфы затуманивается. Ты действительно хочешь знать? Что ж, я расскажу тебе сказку. Когда-то давным-давно жила на свете юная нимфа. Ее домом был волшебный лес, где днем и ночью звучали голоса тысячи певчих птиц, где солнце часто забывало в кронах один-два золотых луча, а звездный свет оседал на спящей поляне, сияющей мягкой дымкой. Голос нимфы звучит тихо, но отчетливо. Вместе с ним до вас будто бы доносится запах умытой росой лесных полян и цветущих весенних лугов. Юная нимфа любила простые вещи. Сидеть с подругами на берегу ручья, заплетая друг другу косы и украшая их кристаллами росы. Наблюдать, как распускаются цветы, но в глубине ее души жила мечта о чем-то большем. О, мечты! Без них не может жить ничто на свете. Даже семья, упавшая в плодородную почву, не прорастает без мечты о солнце. Так и наша нимфа. Она хотела превратить свой лес в настоящее сказочное королевство. Поселить там тысячу чудес, но столь дерзкие планы редко остаются без внимания извне. В запахе леса и лугов вам чудятся новые ноты. Пахнет грозой. Могущественные силы решили наказать нимфу за дерзость и отправили ужасное чудовище. Отравить волшебный лес ядом, истребить ее певчих птиц. Нимфа вынуждена была бежать и в конце концов нашла приют здесь, в украденных землях. Здесь она надеялась взрастить семена новой мечты взамен утраченной. Но появился колдовской туман, убивающий все живое. И нимфа отчаянно бросилась искать помощи. Это последние строки сказки, но я надеюсь, не ее конец. Ты не хочешь рассказать свою историю подробнее? Что за злые силы, волшебный лес и чудовище? Однажды, может быть. Быть может, я расскажу тебе больше, но сейчас это не имеет значения. Нам надо сосредоточиться на той беде, что стоит у порога. Рогаче, друиде и тумане. Я видел нечто странное юношу и старика-друида, который его истязал, а потом они поменялись местами. Да, да, боль и страх проникли здесь в землю, воду и камни, как яд. Они еще больше будут отравлять это место. Ты видел начало пути твоего врага. Тот, кого зовут рогачом, был когда-то жертвой жестокого безумца и стал таким же сам. Теперь ты знаешь, как рождаются чудовища. Но к чему жалеть о том, чего не изменить? Время не ждет. Мы должны скорее покончить с туманом. Я вернусь к тебе позже. Прощай. Я буду ждать. Ты снова... Ты снова... Так. Я иду собирать твои цветы. На брокколи похоже. В дуу-тайм. Интересно. Снова ходил в древний храм оленя. Сегодня. Злое место, тоскливое место. Оно сияло когда-то, как моя душа. И так же пусто и ужасно ныне. Он шпионил за мной? Может, стоит запереть его? Впрочем, пусть. Что он может... Что может никчемный трус, разве что скулить и прятаться? Ты снова... Ты нашел что-то? Я нашел записки друида. В них говорится о неком храме оленя. Это может... Это может нам помочь? Древний храм. Храм оленьего бога. Да, да. Это должно быть он. Место силы, где друид создал туман, и где мы можем его развеять. Ты должен отправиться туда и очистить это место от следов зла. Оставшихся после ритуала друида. Будь осторожен. Ты моя единственная надежда. Так, я хочу тебя спросить. Понятно. Так, надо пометку сделать. Украденная земля у меня. Продвинулся квест. Так. Деревянный домик давно заброшенный и разваливается от времени. Опа, еще что-то. В дом можно зайти. Опа. Волк. Кто будет убедиться? Они не важно. Это не важно. Опа. а понятно это типа инвентарный сундук так ну в принципе мы все здесь исследовали больше нам здесь делать нечего единственно я хочу прочитать про храм оленя про задание вот что у нас там говорится надо ли нам за этим чуваком возвращаться может он вообще не не вхож в наш отряд ну здесь я его тип не вижу так 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 джоты так джо джерец предал нам он просит сообщить ему если мы обнаружим храм так ну короче если мы его найдем то нужно сказать о храм оленя и это логово потрошило так окей теперь мы пойдем соответственно во временный лагерь технология так 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 давайте подеремся это опыт в конце концов да и а Слышь, да? Слышь, да? Я должен собрать все силы. Послушаем болтовню какую-нибудь у них. Вот смотри, я не ношу бандану, да как вас вообще не поубивали еще? Все такие умные, а что ж, на книжке умные пишут, богам поклоны бьют. Одна я сразу морду бью, а потом разбираюсь. Наверное, потому нас и не поубивали еще. Вот смотрю я... А, господи, какую бандану. Вот смотрю я на нашу банду, да как нас еще не поубивали, она сказала. Вау, мандан. Так, все, мы отдохнули, поели. Двигаем дальше. Готов поспорить, что финал игры, например, будет, не знаю, в каких-нибудь землях, где, типа, ну там лава, я не знаю, там какие-нибудь пещеры, там где, короче, нигде толком не отдохнуть. Ну, типа, вот тех подземелий, в которых мы уже бывали. Так, окей. Ща мы этим технологам жопу надерем. Ну, учитывая, что тех, кого мы встретили в лесу, они вообще были ни о чем, я думаю, что эти-то подавно нам не соперники. Тем более, вон мы заряженные на победу, все фигни. Ага, мы их нашли, все. Что, орешка тут ненормальная? Почему? Сейчас посмотрим, как пойдет. Это все? Это все, на что вы способны? Это что, побег? Развяжи нас, я им устрою. Ща развяжу несцы. А, вон учи технологии отдыхает. Освободить пленников Октавия, Ногнар. Вон у нас какая банда уже. Так. Так. Да блин, пропустите моего героя уже куда-нибудь. Я свободен. Ах! 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 Октавия, ты спятила эта мразь из технологии. Она своими руками заковала нас в цепи. А ты хочешь ее простить? Думаешь, она тебе спасибо скажет? Да. Она вернется с новым отрядом и снова будет нас ловить. Прежде чем решить ее судьбу, я хочу задать несколько вопросов. Да. Я вам все расскажу, я много знаю. Вот увидите, живой я вам буду куда полезнее, чем мертвой. Расскажи о технолиге. Это древний союз магов и исследователей машин, которых можно найти среди нумерийской их пустоши. Мы самая могущественная организация во всей Нумерии. В наших руках сосредоточены силы, которые и не снились непосвященным, а наши агенты повсюду и не только в самой Нумерии. Поверь, это совсем не те люди, которых хотелось бы видеть своими врагами. Звучит перспективно. Лишь трусы и подлецы считают силу достойной причиной для союза. Эльфийка поднимает бровь, но не удостаивает Валерия ответа. И часто технолига вот так вот хватает людей на дороге и обращает в рабство. Она пожимает плечами. Технолига так сильна, потому что никогда не стеснялась брать то, что ей нужно, чтобы там не говорили законы. Нам не хватало одного раба, мы недооценили тебя. Это, конечно, было моей ошибкой, приношу свои извинения. Что ты делаешь в этих краях? Меня отправил маэстро Джануш. Это очень важная персона и могущественный чародей, обучивший этих двух неблагодарных рабов всему, что они знают и умеют. Он будет в ярости, когда узнает, что они на свободе и обязательно найдет того, кто забрал имущество технолиги. Поверь, я ему для этого не нужна. Даже если ты меня убьешь, он тебя очень скоро найдет. Говоришь, этот твой маэстро нас в любом случае найдет? Ну, значит, и щадить тебя незачем. Вам не стоит сердить маэстро. Если вы убьете меня, он будет в ярости. Тоже мне напугало. Я вот обожаю злить всяких работорговцев и прочих говнюков, а потом рубить их на куски. Почему ты держала людей в цепях? Потому что они наша собственность. Технолига вложила в этих двоих огромные деньги. Мы вырастили их, много лет кормили, лечили, обучали магии. Они обошлись нам в целое состояние, и мы не намерены отпускать их бесплатно. Что бы ни говорили наши местные обычаи, мы в своем праве. Послушай меня, не принимай поспешных решений. Я важный человек в Технолиге. У меня есть связи. Тебе очень пригодится такой союзник, как я. Теперь ты видишь, что она за нелюдь. Отойди, дай мне ее поджарить. Она меня здорово разозлила, я сам ее прикончу. Как будущий законный правитель этих земель, я хочу потренироваться в публичных казнях. Будет справедливо, если подвергнувшийся унижению сам накажет обидчика. Ну, я оставлю ее в живых, пусть катится отсюда. Я оставляю ее в живых, убирайся обратно в Нумерию. Регонар с размаха бьет Калану по лицу с глаз моих падаль. Благодари богов, что у меня такие мягкотелые друзья. О, рука технологии выполнена. Зря ты ее пощадил. А хотя, какая теперь разница, пусть себе катится в бездну. Бездна это план в пределах внешней сферы, где все правит зло, освобожденное от всяческих законов. Добраться туда можно, пройдя свои гигантские разломы Мальстрэма, которые ведут в непостижимый разумом зловещие глубины. Бездна состоит из множества слоев, соединенных рекой Стикс. Она населена демонами, которыми правят лорды демонов, когда-то отвоевавшие власть над этим планом у первозданных клипотов каких-то. Ха, мы свободны, даже не верится. Свободны, как пташки в небе. Уха-ха-ха-ха. Регонар, вот он как. Регонар. Крепко обнимает Октавию, та в ответ со звонким смехом целует его в губы. Спасибо тебе. Ты не представляешь, как долго мы пытались вырваться из лап Технолиги. Это просто чудо. Кто вы такие? Я Регонар. Это Октавия. Это нумерийская гниль держала нас в рабстве. Но ты не подумай, мы не какие-нибудь подметальщики или кашевары. Видишь, какой здоровенный отряд насохранял. Это потому, что мы владеем магией. А если что, я клинком могу врезать. А они ничего. Нам в отряде такие нужны. Что за Технолига? Огромный паук-людоед, обутавший своими сетями всю нумерию. Это тайное общество магов, которое изучает древние технологии. У них глаза и уши по всей стране. А за ее пределами, говорят даже сам Кеват Кул, повелитель нумерии, у них в кармане. А еще у них в руках вся работорговля в стране. Сколько я видел наивных искателей сокровищ, для которых приключения заканчивались на невольничном рынке. Тьфу, гореет эта Технолига в девяти адах. Нет ничего хуже страны, где власть прибрала к рукам преступное и тайное общество. Даже власть тирана, правящего жестоко, но открыта лучше, чем гниль, насквозь пропитавшая нумерию. А, пропитавшая нумерия. Как вы оказались в плену у Каланы? Я уже потеряла счет нашим попыткам бежать из рабства. Не пересчитать, сколько всего мы попробовали и каждый раз нас ловили. И тут вдруг взяли и куда-то повезли. Не знаю, кому нас собирались продавать, но представь себе нашу радость, когда мы поняли, что нас везут в речные королевства. А, ну понятно. Да уж, сколько раз мы пытались сюда бежать, а в итоге Лига нас сама же в свободные земли и отвезла. Хотя стражу у них было бы быть здоров, если бы не ты, кто знает, куда бы нас отправили дальше. Вы хорошие бойцы, хотите присоединиться к моему отряду? Конечно, Октавия, что скажешь? Буду рада. Но, друзья мои, я вас, к сожалению, сейчас не возьму в отряд, но я обязательно вернусь пообщаться с вами. Вот, так что пока что я вас придержу. Так. Я уже привык к своему отряду. Свобода, свобода. Пакс Груметра, тени Апсалома. Сквозь щель в ставнях Ван Квонт наблюдал, как посетитель нерешительно топчется у крыльца. Много лет назад, после дела механической башки, гном дал себе за рог не связываться с полуросликами. Лучше выцветание, чем такие приключения. Но что-то в облике посетителя не давало Ван Квоту покоя. Что-то было не так. Что скажешь, Кекси? Его помощница примастилась у соседнего окна, не выпуская из рук вязание. На одежду взгляните с чужого плеча, бродяга. Верно, но не совсем, посмотри на ноги. Кекси прищурилась, сились разглядеть хотя бы что-то в неровном свете фонаря над порогом. Это что, следы от гандалов? Вместо ответа Ван Квонт двинулся к входной двери. Нам понадобится доктор. Словно в подтверждении его слов, гость на крыльце покачнулся, рухнул на колени и... И на самом интересном месте... И бессильно уткнулся головой в порог. Это всё. Лёгкий доспех у нас есть точно такой же. Это не далеко. Мы заглянули в прошлое Рогача и его жестокого отца Друида. Снова наш предводитель, поговорив со своим невидимым советником, принял решение... Время двигаться дальше. Нас ждёт древний храм оленя, где был вызван зловещий туман и где его можно будет побороть. Понятно. Что ещё там? Ох, что эти кобальды и клопы, пока мы... Так, ступ. А, ох, что эти кобальды и клопы, пока мы разбирались в их дрязгах, в храме оленя могло произойти что угодно. Интересно, интересно. Это вы меня так подбадриваете проходить быстрее. Я очень надеюсь, что там не случилось какое-нибудь событие, которое мне может испортить прохождение. Ну, типа, так называемая вариативность, что есть, типа, негласные сроки выполнения задания, что если там, типа, ближайшие три дня не появляешься, там что-то происходит. Так, условно скажем. Так, чё у нас тут? Вот храм оленя, логово Патрашилы. О, мы перегружены теперь. О, мы перегружены теперь. Я голова. Когда мы остановимся? Так, это чё такое? Бессилие уже? Ну, давайте на привал тогда упадём. Повар, повар, ну какого хера? Память. 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 Так, ну вот прославленный храм оленя. Мы нашли верный след. Ритуал был проведен здесь, но осторожнее, впереди опасные хищники. Спасибо, милая нимфа. Они и стражи, и залог злой магии друида. Будь осторожнее. Они и стражи, и залог злой магии друида. Вот так вот. Злейший соперник. О, лягушка. Тихо. Сначала ништяки. Что вообще эта метка брят дает? Я их собираю, собираю. Вещица из древних времен. Коллекционер, знающий толк в старине, может дать за нее неплохие деньги. Первородная гигантская лягушка. А в чем ее первородность заключается? Интересно. Древняя статуя бога Эрастила. Кажется, сопротивляется времени. Годы дожди и ветра разрушили стены храма, но со статуей совладать не смогли. Мутная вода испускает клочья тумана и источает странный запах, от которого накатывает тошнота. Лечи быстрее, женщина. Ну блин, я гнома хотел выделить. Смотрите, волк сошел с ума. Что? Гном отъехал, да вы гоните. Смотрите, волк сошел с удовольствием. Смотрите, волк сошел с удовольствием. Ну, супер-свин. Так, мистер-мистер-свин. Сейчас мы на тебя налетим, как ненормальные. Офигеть, сколько мы... Мы все промазали, и только гном критом попал на 34. Вы что, по свину этому попасть не можете? Он же не может так уворачиваться. Этот тело не держит больше! Сюда. Вот пес, а. Как ее лечить теперь? Может, у меня что-нибудь типа самолечения какого-нибудь есть? Может, я сам в себя могу этой кислотой пылинуть? Нет. Получаем урон, это не то. Как лечиться-то? Вот черт его знает, реально. Давайте здесь в уголочек заглянем. Мало ли что-то заныкано. Нет, ничего нету. Ладно, можно подняться по ступеням храма тогда. Я только не думаю, что мы успеем этот храм толком обследовать, потому что я уже минут через 8 заканчивать. О-о-о-о. Это что? Это за ебака такая. Медведоподобный дремень. Кто будет превышать? Не важно. Так, поскольку мне кажется, что он сильный малый, я перестрою. Если я не делаю это ошибок, то звук улетает. Абуратная сталь. Так, гномчанский, тоже влетай. Офигеть. Так, попадание становится хуже. О-о-о-о. Давайте ярость вырубаем. Сосать тупой медведь. Молодой человек тяжело ранен. Прошептав что-то похожее на молитву, он скидывает на вас взгляд. Глаза на бледном лице говорят решимостью, хотя несложно догадаться, что дается она нелегко. Ты очень вовремя пришел мне на помощь, незнакомец. Я Тристран. А, Тристиан. Три... 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 Тристрам это я что-то в дьябло, да. Я Тристиан, жрец светлой Саренрей. Саренрей. Боюсь, еще мгновение я отправился бы в ее чертоги, несколько раньше предначертанного мне времени. Фанатик Саренрей. Вот уж без кого бы я точно обошлась в ближайшую тысячу лет. Ты ранен? Тебе нужна помощь? Я жрец Саренрей и хорошо разбираюсь в целительстве. Все, что можно было сделать, я сделал. Но пройдет немало времени, прежде чем силы полностью вернутся ко мне. Но не тревожься, я отправляюсь на торговый пост поблизости и буду там дожидаться окончания исцеления. Окончательного исцеления. Как ты тут оказался? Пытался разгадать тайну этого тумана. Думаю, тебе известно, что он имеет колдовскую природу. Я служу Саренрей, богине солнечного света. Злая магия... Злая магия, отрезающая живые существа от солнца, и на шутку встревожила меня. Я смог отследить место создания тумана, но оказался слишком самонадеян и не справился с охраняющими руины хищниками. Я здесь по просьбе местной нимфы. Она считает, что колдовской туман в этом самом храме вызвал дуреид, служивший разбойному главарю. После победы над зверями-стражами туман должен развеяться. Мне не приходилось общаться с нимфами, но то, что ты говоришь, похоже на правду. Существа, захватившие храм, это дело... Это далеко не обычные звери. Сила, переместившая их сюда, связана с туманом. Звери удерживают туман, как якоря, пляшущие на волнах судна. Насколько я могу судить, после смерти всех тварей туман начнет развеиваться. Так, с хищниками покончено. Что теперь? Хвала, Саренрей! Что ж, если мои знания не подвели, туман теперь ослабеет, а со временем исчезнет совсем. Осталось дождаться этого. Тристиан ежится. В каком-то более гостеприимном месте. Что ж, со зверями покончено и меня ждут дела. Прощай. Подожди, прошу, ты спас мне жизнь. У меня нет ни сокровищ, ни чудесных реликвий, но есть мои знания и сила жреца. Я хотел бы помочь тебе в твоих странствиях. К сожалению, мои раны не позволят мне присоединиться к тебе прямо сейчас. Я отправляюсь на торговый пост. Надеюсь, что смогу отплатить за спасенную жизнь, когда отправлюсь от ран. Спасибо, дружище. Украденная земля почти выполнена. Давайте книжку прочитаем. Издательство Людриган Вандер Ляпиус и дочери. Половину жизни я провел в храме Саренрей. Я преданно и слепо служил богине, не осознавая, что никто, даже бессмертное божество, не может пройти твой путь из-за тебя. Я выполнял волю Саренрей, но даже не задумываясь, в чем именно она состоит, что стоит за ней, что делает добрую богиню доброй. Потом в город явился никому не известный проповедник и вызвал на дебаты настоятелей всех крупных храмов. Одни смеялись над ним, другие поносили его, но многие, как я, узрели в его словах истину и последовали за ним в лес Артфелл. «Где он до того семь лет медитировал, постигая истину. Учитель открыл мне мудрый путь, тот путь, которому следуют сами добрые боги, та общая основа их учений, которая и делает их достойными поклонения. Одни постигают ее, идя путем феникса, сжигая звериные инстинкты в горниле воли. Другие идут путем единорога или хамелеона, достигая мира в тишине. Те, кто наделен могучим голосом, идут по пути льва, проповедуя мудрый путь другим. Я же нашел просветление на пути волка, рубя дрова, нося воду, трудясь и не ища награды. Надо тут нычки поискать. О, как знал. Тут было бы забавно, если бы тоже была. Так, здесь есть не нычка. Так, ну мы зачистили карту, в целом-то как бы и все выходит. Вода кристально чистая. Кристально чистая, кажется, истечает едва заметное успокаивающее сияние. Что это было? Лучше бы она меня исцелила, эта вода. Так, что у нас? Зловещий соперник. Наш соперник оказался не так прост. То есть еще хуже, чем можно было предположить. Кэстен Гаррес, посланник Джаманди Алдори, сообщил, что Тартучо на самом деле шпион королевства Питаре. Это Питакс. Нужно немедленно найти его и доставить Кэстену живым или мертвым. Пока мы сражались с кровожадными зверями в храме оленя, Тартучо мог разыскать свой артефакт или улучшить, или учинить что-нибудь еще коварнее. Тартучо видели входящим в священный зал, расположенный под Старым Платоном. Чтобы попасть туда, необходима реликвия клопов, которую отбили кобальды. Нам удалось выяснить, что Тартучо находится в пещерах под Старым Платоном. Ага, ну да, только завалить его крайне сложная задача. Ну, либо нам отряд надо попытаться поменять. Ну, там, скорее всего, они два боевых мага каких-нибудь, потому что они говорили, что владеют и мечом, и магией. Так что, скорее всего, да, они какие-нибудь там боевые маги. Вот. Не знаю, ну, гнома мне заменять смысла нет. Он у меня владеет неплохими бафами, плюс средним влечением владеет. Я могу заменить Джей, вот эту вот, которая Инквизитор. И могу заменить, наверное, Варваршу. Но вот эта мне нужна, Барт. Она у нас там бафает нас нормально вообще. То есть вот эта тройка мне нужна, а вот этих я могу менять. Но, опять же, с Варваршей мне нужно идти в логово Потрошилы. Ну, где, скорее всего, меня нагнут. Но, как бы то ни было, мы это уже будем с вами делать в следующей серии. Вот, эту мы сейчас уже закончим. Ну, то есть мы пройдем, скорее всего, как-то вот так вот, где-нибудь там рядышком переночевав. Вот здесь видно, что можно перейти реку. И вот так, дойдем сюда и сделаем повторную попытку. Но, вообще, конечно, по-хорошему вернуться назад, чтобы получить опыт, деньги. Ну, тусануть отряд, например, как вариант. Вот, мы еще, конечно, пока не перегружены. Мы, возможно, даже часть снаряги сможем утащить обратно. Кто знает, кто знает. Может, получится, может, нет. Еще перчатки, сапоги можно. Вообще, кстати, можно вложиться в амуницию, как вариант. Прийти вот это все дерьмо продать и попытаться спутников приодеть. Но, посмотрите, мы ходим абсолютно голые. Вот, то есть у нас, как бы, ну, откровенно говоря, нихуя. Нихуя от слова вообще. Я бы, наверное, ей вот это дал. Скорость меньше. Защита. Мы посмотрим, как она в легких доспехах будет ходить. Может, ей вкатит. Опа! Это еще один легкий доспех. Штраф за доспехи, вероятность провалами заклинания. Ммм, почему бы и нет. Держи, новые пожитки тебе. Эти мы продадим. Ммм, посох? Ну, не знаю, не знаю. Ладно, ну что ж, друзья. Мы сохраняемся и прощаемся с вами уже тогда до следующей серии. Благодарю всех за просмотр. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok